Привет, меня зовут Анатолий, вы смотрите записки велобариста Мясокит. Прямо сейчас я расскажу вам о книге Ханье Енагихары «Маленькая жизнь». «Маленькая жизнь» вышла в России в издательстве «Корпус» в прошлом году, через два года после того, как была выпущена в Америке. Ханье Енагихара – американская писательница, это её второй роман. Первый её роман был тоже замечен критиками, её очень хвалили, но слава к Ханье Енагихаре пришла только с «Маленькой жизнью». И слава просто очень громкая, про неё пишут все, про неё говорят, её читают, её обсуждают и никак не могут успокоиться после её прочтения, потому что действительно Енагихара сделала что-то такое очень, ну, не то чтобы даже острое, а что-то такое трогающее. Поэтому её даже иногда обвиняют в том, что она просто наглый манипулятор, она просто выдавливает сопли и слёзы из людей, потому что каждому, кто её читает, наверное, очевидно, насколько мастеровитно, насколько качественно, насколько вдумчиво, аналитично сделана её книга. «Маленькая жизнь» действительно выверенный, чёткий, грамотный очень роман, который построен как архитектурное здание, который очень-очень-очень точный. В конце-то концов, ну, тот, кто знает чуть больше об устройстве романов и драматургии, он сразу заметит, и, в общем-то, Енагихара не очень это скрывает, как устроены эти вот драматургические качели, когда сначала героям хорошо, потом плохо, потом снова хорошо, потом снова плохо. И амплитуда этих колебаний всё растёт и растёт. Сначала это какие-то мелкие бытовые вещи, а потом это уже глубокие, гигантские нравственно-физические травмы, там какие-то ужасные события, гибель и так далее. И эта амплитуда раскачивает и раскачивает нашу лодку, лодку нашего спокойствия. И, конечно, Енагихара, думаю, ставила именно это своей целью. Вообще, это очень американский роман. Ну, во-первых, вот, да, то есть очень толстый роман. Это сейчас, скажем, такая, не знаю, тенденция, что ли, у американцев писать толстые романы. Я уже замучился, честно говоря, их читать. Там Ано Стивена Кинга, там, да, до этого Щегол Донны Тарт, до этого Франзеновская Тамина, да, толстая. Вот, и это толстый роман, что значит? Почему он толстый? Почему писателю нужно так много букв, да? Потому что американцы, когда делают роман, они, во-первых, его делают. У них есть схема, план, у них есть продуманная идея, да, и способы ее достижения. И некоторые из идей, да, они требуют большого пространства. Ну, вот, ну, невозможно о какой-то сложной вещи поведать быстро. Потому что если бы «Маленькая жизнь» была бы, например, в 4 раза короче, а сюжетную часть «Маленькой жизни», наверное, можно пересказать и не в 4, а в 10 раз короче, потому что сюжет здесь очень скромный, и он здесь не так важен. В плане, что, конечно, важен, но содержательная сторона, нарратив здесь маленький. Будучи рассказанным кратко, эта книга была бы, ну, скажем, таким плевочком в воздухе, да, застывающим на морозе. Потому что, извините за эту образность, это было бы слабо, это было бы таким легким колокольчиком, да, который можно не заметить, который, да, о, ну, милая, хорошая повесть, да, небольшой роман на такую серьезную тему, хорошо, замечательно, что молодой автор там старается, пишет о чем-то интересном, важном для него и для нас, для всех. Потому что для американцев еще важно, что их книги социальны, да, они очень такие, они не идиоты, как многие русские писатели. Идиоты в таком смысле, что не интересуются общественной жизнью, дистанцируются от нее, уходят от нее. Ну, причина здесь проста, потому что в России, подобных России, странах гражданская жизнь, общественная жизнь абсурдна, бессмысленна, вообще не приносит никаких дивидендов человеку обычно, обычно отрицательные дивиденды. То в Америке общественная жизнь действительно есть. Не будем сейчас вдаваться в подробности, там, хорошо это, плохо, как это работает. Но факт в том, что там результат какой-то деятельности человека, в том числе результат высказывания, когда человек что-то говорит, это может влиять и реально влияет на общество. Поэтому американский роман гораздо чаще бывает общественно заинтересованным. То есть, герои там живут какой-то гражданской жизнью, и автор сам пытается понять что-то о том обществе, в котором он находится всерьез, да, не при помощи сатиры, там, не при помощи каких-то там сказаний, сарказмов. И роман «Маленькая жизнь» — это серьезный роман о том, как вот сейчас люди живут, например, в Нью-Йорке и вообще в Америке. Если бы это была короткая вещь, то она была бы как бы недоказательной. Чтобы доказать то, что происходит в этом романе, показать, что это реально, что это действительно существует, Хане Енуги Харе понадобилось более 700 страниц. И эти страницы, они замечательные. Они написаны очень хорошо. Они написаны адекватно теме. А тема простая. Четыре друга живут в Нью-Йорке в основном и немного в других городах мира. Они друзья, они лучшие друзья. Начинается повествование с их после университетских лет, хотя бывают, будут флешбеки в более ранние годы. Особенно в более ранние годы главного героя романа, потому что их четверо. Но самый главный — это Джуд, конечно. Это такой Д'Артаньян со своими тремя мушкетерами. Об этом все критики упоминали. Это не моя мысль. Такая довольно очевидная поверхностная вещь. В том числе и в том, что Джуд, как и Д'Артаньян у Дюма, это персонаж, у которого как бы нет собственного характера. Это персонаж, который как бы впитывает в себя характеры, беды, мечтания и описания всех трех остальных мушкетеров. Он как бы объединяет их. Именно он является центром их дружбы. Хотя он, казалось бы, самый такой, конечно, самый симпатичный, самый интересный, самый красивый, самый умный. Но при этом как бы самый обыкновенный из всех трех. Потому что у каждого из трех мушкетеров, так же как у Янагихары, у каждого из трех других друзей, есть своя история, свой талант, свой дар, свои какие-то безумные вещи интересные, свой талант. У Джуда как бы есть эта история, она самая потрясающая, это главная тайна романа. Я вообще не буду говорить о предыстории Джуда, о том, кто он, как он живет. Это очень легко было бы заспойлерить. И не то, чтобы спойлеров я боюсь, да. Но здесь, мне кажется, вот как раз, если я начну это говорить, то, так как это пять минут рассказа, то это будет недоказательно. Роман должен доказать вам существование Джуда. Вообще, постоянно в романе возникает, кстати, тема реальности и нереальности существования. То есть, каждый из героев сомневается в какой-то момент, вообще он на самом деле существует. И дружба в романе оказывается тем доказательством существования, которое необходимо. Дружба и любовь. Причем, любовь это вовсе не влюбленность мужчины и женщины, хотя порой это тоже тема там поднимается. Но все-таки это в первую очередь любовь между мужчинами. И тут, поймите меня правильно, да, не только гомосексуальная любовь, хотя она тоже есть в романе. Но и любовь отца и сына, брата и брата, друга и друга. Другие формы любви, в том числе извращенной. В прямом смысле, в полном смысле, в том числе незаконной. Все это в романе есть, оно там работает. И так как все это эпатирующие темы, довольно сложные. Вообще, кстати, Инна Гехара, как я узнал из послесловия к роману, вообще планировал написать роман без единого вообще женского персонажа. Но в итоге персонажи женские появились в романе, и они там уместны, и это очень хорошо. Все-таки нельзя было обойтись. Было бы уж слишком искусственно, наверное, если бы только вот мужики. Конечно, книга еще напоминает и «Три товарища», на самом деле, Ремарка, и много-много других книг о дружбе. Но, конечно, материал абсолютно современный. Но при этом, кстати, Инна Гехара нигде не показывает, в каком году происходит действие. Это такая условная, примерно современность, немножечко будущее. То есть, условная абсолютно. И надо понимать, что «Маленькая жизнь», несмотря на то, что это в некотором роде бытовой роман, но это не бытовой роман, потому что он нереально помещен в будущее или в настоящее. Он находится в неопределенной реальности. В Нью-Йорке, конечно, там, да, как будто в настоящей Америке, в настоящем мире, но не совсем. И это очень четко подчеркнуто. Нужно понимать, что это не реалистическая литература. Вернее, не совсем реалистическая. Прикольно, что незадолго до этого романа я читал «Оно Стивена Кинга», да, о чем у меня есть видео на канале. Очень американская, на самом деле, вещь. И очень здорово, что это мне помогло почувствовать у Янагихары фантастичность ее романа. Потому что у Кинга это фантастический город, фантастическое место, фантастические обстоятельства, монстры фантастические и так далее. У Янагихары все это как бы настоящее. Как бы настоящий Нью-Йорк, как бы настоящие люди, как бы настоящие чудовища реальные, то есть люди. Но, конечно, Янагихара играет с вот этой темой фантастичности. Она как бы говорит, ну не воспринимайте это как бытописание. Не ищите в этом абсолютного соответствия тому, что вы знаете о жизни. Она как бы говорит, это модель, это некая конструкция. Литература вообще искусственна. Это очень здорово. Мне нравится такая как бы честность писателя. При этом это совсем не какой-нибудь там постмодернизм. Это не фантастика все-таки, да, совершенно. И не какой-нибудь там модный там сейчас магический реализм. Ни грамму вообще ничего этого нет. Все абсолютно обыкновенно. За счет, ну, исключая, может быть, некоторые такие явные сюжетные допущения. Ну, в таком в духе Достоевского во многом, да, когда там в нужном месте, в нужное время оказывается нужный человек, чтобы поучаствовать в скандале или, например, в спасении человека другого. Книга впечатляющая, книга очень длинная, замучивающая вас. Вообще, кстати, предупреждаю, 18+, во-первых, да. Книга, бранные слова, эротические сцены, все это в книге есть. Это абсолютно взрослая литература. Если вас все это смущает, не читайте ни в коем случае. Кроме того, эта книга мучительная. Она мучит читателя. Она мучит героев. То есть, Инагихара просто, как автор, она просто там, она настолько мучает героев. Они там постоянно страдают и плачут. Постоянно страдают и плачут. Настолько, что где-то страница на 600-й, уже ближе к концу, ты такой уж думаешь, сейчас вот он не плачет, а вот на следующей странице сейчас будет фраза вроде «все перед его глазами затуманилось». Кстати, ближе к концу романа я тут списываю немножко на усталость переводчиков, честно говоря. Не думаю, что у Инагихара это так. Хотя не было возможности проверить. Но частенько описание эмоций, особенно слез, плача, становится однообразным. То есть, вот реально появляются фразы «все перед его глазами затуманилось», «его глаза увлажнились» и так далее. Возможно, это некоторое вот, ну, это очень был серьезный большой труд, и, возможно, переводчики несколько не успевали сдавать роман. И чуть-чуть есть такое ощущение, легкой такой вот, в конце романа такой торопливости чуть-чуть переводческой. Но, с другой стороны, там настолько зашкаливает эмоциональная картина вообще происходящего, что, быть может, это и прием автора, честно говоря. Потому что она даже, мне кажется, чуть-чуть как бы подчеркивает, что вообще чужие страдания на самом деле совершенно неинтересны никому. И вообще читать роман о чужих страданиях, а мы ведь в первую очередь всегда читаем роман о чужих страданиях, ну, лишь бы не страдать самому. Но Юнагихара отчасти из самой структуры романа и немножечко, может быть, языком романа, она показывает, что чужие страдания вообще-то не так уж и приятны. И вообще-то в реальной жизни мы все стараемся избежать того, чтобы слушать о чужих страданиях. Вот, и ее длинный роман, вымучивающий роман, заставляющий нас плакать постоянно, это роман о том, что, ну, ребят, ну, давайте, вот вы любите страдания, да, других людей в искусстве, а давайте-ка попробуйте их на вкус, вот так, прямо преувеличено, прямо вот качели там эти драматургические, только что он был полностью счастлив абсолютно в квинтэссенции абсолютного достижения добра, и тут бы поставить точку и сделать роман с хэппи-эндом, нет, там еще 300 страниц будут героям мучить. Потому что жизнь, маленькая жизнь человека, маленького человека по большому счету, она слишком длинна всегда. Всегда жизнь слишком длинна. Всегда есть тот момент, в который ты думаешь, а вот тогда бы, вот в этот момент я готов был бы умереть. Это пошлые мысли, тем не менее, каждого из нас они иногда посещают. Но ты не умираешь, ты дальше живешь, ты живешь дальше, 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 в надежде на что? В надежде на что? Вот о чем спрашивает Ханя Юмигихара своим романом. В надежде на что ты продолжаешь существовать? Дает ли роман ответ на этот вопрос? Это вопрос. Прочитайте его сами, если захотите. Ссылки, где взять роман, я, конечно, положу в описании. Спасибо за просмотр. Пока-пока. У меня сакид.